Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Дюфрейн 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 Поэтому не сидите и не говорите, «Я бы никогда так не думал, такие необузданные мысли». Любые необузданные мысли одинаково вредны. Ваши дети когда-нибудь играли в игру «Что если?» Боже мой, эти игры нужно прикрыть. Потому что у некоторых детей очень сильно разыгрывается воображение на тему «Что если?». Они прокручивают это у себя в голове. Но я вам скажу, за годы пастырства я встречала так много взрослых, которые тоже недисциплинированы и играют в игру «Что если?». Аминь. Обновленный ум не играет в игру «Что если?». У каждого верующего есть две первостепенные задачи. Во-первых, обновлять ум. Во-вторых, развивать дух. Развивайте свой дух. Развивайте свой дух. Почему? Потому что обновление ума и развитие духа – это лучшая защита от дьявола. Он не сможет пробраться вовнутрь. Аминь. Дьявол и его атаки очень реальны. Но часто люди пытаются справиться с дьяволом, тогда как настоящая проблема заключается в необновленном, недисциплинированном уме. Откройте со мной, пожалуйста, Римлянам 12. Римлянам 12, 1 и 2 стихи. Здесь сказано «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, вы, вы, вы представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего или в расширенном переводе для вашего духовного поклонения. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Как мы говорили на предыдущем служении, Бог сделал что-то с нашим духом при рождении свыше. Он дал нам новый дух. Но именно нам нужно что-то сделать со своим умом и телом. И если мы ничего не сделаем со своим умом и телом, ничего не будет сделано с нашим умом и телом. Мы – управители своего ума и тела. Не Бог, а мы. Он дал нам то, что позволяет нам правильно управлять нашим телом и умом. Он дал нам Слово. Он дал нам Духа Святого. У нас есть имя Иисуса. У нас есть кровь Иисуса. У нас есть власть. Аминь. Итак, что нам нужно делать со своим телом? Нам нужно предоставить свое тело Богу. Это значит предоставить его правильным поступком. Предоставить его праведности. Не предоставляйте тело греху. До рождения свыше мы предоставляли свое тело греху, то есть мы ему сдавались. Но теперь мы сдаемся праведности. Теперь мы сдаемся тому, что угодно Богу. Мы сдаемся тому, что соответствует Слову. Вот что мы делаем со своим телом. Когда наше тело хочет поступать как прежде, мы говорим, о нет, ты больше этим не занимаешься, ты больше этого не делаешь. Почему? Потому что у вас есть благодать, Богом данная божественная способность, помогающая вам жить в том, что Он вам обеспечил. Итак, у нас есть благодать, и мы наделены силой сказать, нет, плоть, ты не будешь управлять моей жизнью. Почему? Потому что Римлянам 6 глава нам говорит, что грех больше не будет господствовать над нами. У него больше нет власти над нами. Аминь. Тело может хотеть поступить неправильно, но у нас есть право сказать нет, нет. Ваш пастор не может за вас сказать вашему телу нет. Вам самим нужно сказать своему телу нет. Ваши родители могут ограниченно в течение периода времени говорить вашему телу нет, но наступит время, когда вам придется научиться говорить своему телу нет, иначе ваше тело возьмет вашу жизнь в оборот и может ее разрушить. Тело может разрушить жизнь даже рожденного свыше человека. Поэтому нам нужно предоставлять свое тело Богу. Нам нужно предоставлять свое тело или сдаваться правильным поступком, праведности, тому, что угодно Богу, выполнению того, что сказано в Слове, а не предоставлять его греху или неправильным поступком. Итак, мы должны предоставлять свое тело Богу, а свой ум обновлять Словом. Тогда наша жизнь преобразится. Наша жизнь преображается не в момент рождения свыше. Она преображается через обновление ума. Если мы не будем обновлять свой ум словом, наша жизнь будет выглядеть так, как до рождения свыше. Наша повседневная жизнь совершенно не будет отличаться. Мы все еще будем биться, страдать, бояться, будем в депрессии, будем сталкиваться со всевозможными проблемами, жить от кризиса к кризису. Так выглядит будущее без обновленного ума. Но Бог остановил этот процесс и при рождении свыше наделил нас силой остановить этот процесс. Он говорит, вы больше не обязаны так жить. Ваша жизнь может быть преображена и не выглядеть, как прежде, потому что теперь вы дитя Божье. В вас есть жизнь Божья. Так позвольте жизни Божьей, а не вашему телу и уму господствовать над вами. Аминь. Аллилуйя. Обновить ум значит перенять Божий образ мышления и поступков. Вот что это значит. Слово – это мысли Божьи. Посмотрите, Бог взял свои мысли и записал их через людей. Вы хотите поговорить с Богом? Читайте слово. Это Он говорит. Это Его мысли. Так Бог раскрывает нам Свой образ мышления через Своё Слово. И поскольку Бог предлагает нам Свои мысли, нам было бы полезно их взять. Аминь. Если мы видим в Слове, что Божий образ мышления отличается от нашего в каких-то аспектах, нам нужно сказать, хорошо, я вижу разницу, я отказываюсь от того, как я об этом думал и перенимаю то, как Бог об этом думает. Это и есть обновление ума. Когда вы питаетесь Словом дома, у вас есть возможность обновить свой ум. Когда вы приходите на церковные служения, у вас есть возможность обновить свой ум. Присутствие на церковном служении не обновляет ваш ум. Оно дает вам возможность услышать Слово и, применяя Слово, обновить свой ум. Знание того, что говорит Слово, способность цитировать Слово, не равносильно обновлению ума. Когда Слово занимает свое место в вашей повседневной жизни и в ваших поступках, в ваших устах и мыслях, тогда ум обновляется. Аминь. Обновлять ум значит заполнять свои мысли тем, что говорит Бог. Вы понимаете? Заполнять свои мысли. Заполнять свои мысли тем, что говорит Бог. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы мы переняли Его мысли, потому что Его мысли являются преградой для проникновения врага. Когда мы мыслим так, как мыслит Бог, у дьявола нет никакого доступа. Он никогда не сможет вторгнуться, сколько бы он ни нападал. Мы не можем помешать дьяволу атаковать, но мы можем не дать ему прорваться вовнутрь, а останавливаем мы Его мысля как Бог. Аминь. Вы спросите, как это мыслить как Бог? Когда что-либо нам противостоит или отличается от Слова, мы должны спросить себя, что Слово говорит мне делать по этому поводу, что Слово говорит об этом, что Слово говорит мне делать. Нам нужно выработать привычку, задавать себе вопрос, что говорит Слово, и потом наполнять свои мысли этим и действовать соответственно. Это процесс обновления ума. Когда ум не обновлен, дьяволу открыт доступ, и человек становится его жертвой. Но так не должно быть, потому что нам дано право больше не быть жертвой. Но необновленный ум превращает нас в тех, кем мы были прежде. Обновленный ум вводит нас в то, что нам предлагает Бог. Аминь. Не обновленный ум принимает мысли дьявола. Но обновленный ум принимает мысли Бога. Теперь вы можете разобраться, насколько обновлен ваш ум. В течение дня, за чьи мысли вы держитесь? Чьи мысли привлекают ваше внимание? Чему вы позволяете прокручиваться в вашей голове? Мысли против вашей второй половинки? Как вы думаете, откуда они пришли? Бог не дает вам мысли против вашего супруга, супруги. Аминь. Мысль высказаться против своего начальника? Как вы думаете, от кого она пришла? Многие люди думают, что они руководят собственной жизнью, тогда как... Ммм. Ваша жизнь – отражение того, кому вы сдаетесь. Ваша умственная жизнь – отражение того, кому вы сдаетесь. Аминь. Мы знаем, что никогда не завершим божественный процесс обновления ума. А это значит, что до конца жизни мы должны бдительно и умело продвигаться в божественном процессе обновления ума, потому что он никогда не завершится. Поскольку обновление ума – это процесс, многие относятся к нему безалаберно. Если бы было возможно это сделать во мгновение, вот тут у нас не обновленный ум, мы сделали один шаг, и он стал обновленным. Мы бы все это сделали. Но обновление ума – это шаг за шагом, за шагом, каждый день, в течение всего дня, до конца вашей жизни. И когда вы совершили множество шагов в направлении обновленного ума, любой шаг назад – это шаг к необновленному уму. Аминь. Обновление ума – это процесс, и многие небрежно подходят к этому процессу, и именно поэтому их жизнь полна кризисов. Необновленный ум живет от проблемы к проблеме, от драмы к кризису, от потрясения к потерям, к поражению, одно за другим. И люди обвиняют дьявола, но причина в том, что мы небрежно подходим к процессу обновления ума. Ум – основное поле битвы дьявола. Когда он хочет атаковать вашу жизнь, он нападает на ум. Даже если он хочет атаковать ваше тело, он должен добиться, чтобы вы мыслили неправильно, чтобы вы приняли симптомы. Даже если он хочет атаковать ваши финансы, он должен добиться, чтобы вы мыслили неправильно, чтобы вы это приняли. Любая атака врага всегда сопровождается атакой на разум. Когда вы правильно мыслите, вы не пропустите атаку. Поэтому, чтобы вы приняли атаку в какой-либо сфере, ему необходимо добиться, чтобы вы неправильно мыслили. Ум – основное поле битвы дьявола. И если мы собираемся господствовать и править над дьяволом и обстоятельствами, возникающими в нашей жизни, а не быть жертвой дьявола, нам придется обновлять свой ум, и ваш пастор не может обновить его за вас. Все, что может сделать ваш пастор, это дать вам инструменты, которыми его обновлять. Необновленный ум слушает то, что говорит дьявол, и верит этому. Аминь. Как люди слушают дьявола? Вы скажете, «Я знаю, что это дьявол. Я не хочу этой мысли». Да, но если вы прокручиваете эту мысль снова и снова и снова, это называется к ней прислушиваться. Вы не можете помешать мыслям от дьявола приходить, но вы можете не прокручивать его мысли снова и снова и снова. Папа Хеггин говорил нам, «Вы не можете помешать птицам летать над вашей головой, но вы можете помешать им свить гнездо в ваших волосах». Это значит, вы можете помешать им сесть вам на голову. Мысли будут приходить и кружить у вашей головы. Чего они пытаются добиться? Они крутятся и вертятся. Вы просыпаетесь с утра, и мысли просто носятся. И в течение дня ум окружен. Мысли бомбардируют его. То, что они кружат, не значит, что вы должны позволить им сесть на вас. Как не дать этим мыслям приземлиться? Ответьте на них. Ответьте на них. Скажите им «нет». Если дьявол говорит «я причиню вред твоим финансам», нет, ты не причинишь вреда моим финансам. Мой Бог восполнит. Вам нужно ответить на эти мысли. И позвольте сказать, когда люди ведут себя так, словно дьявол не говорит с ними, это дух страха. Многие думают «я проигнорирую его». Ведь если я это повторю, то я это приму. Нет, вы должны ответить ему. Сколько людей не идут к врачу, потому что боятся услышать диагноз? Знаете, когда в 80-е годы мы были в Талсе, были опубликованы результаты медицинского исследования, указывавшие на то, что в Талсе было больше предотвратимых смертей, чем в любом другом городе в США. Почему? Потому что столько людей слышали учения о вере, но не имели правильного понимания, они не были еще достаточно развиты, а к врачам они обращались, когда было уже слишком поздно. Смерть можно было предотвратить, но они ждали, пока не стало слишком поздно. Позвольте вам сказать, это не вера, это страх. Многие боялись обратиться к врачу. Аминь? Боялись того, что они могут услышать. Ну, слава Господу. Ну, я в вере. Если вы в вере, вы можете получить свое исцеление. Если вы не получаете, идите к врачу. Аминь? Бог предпочитает, чтобы вы были живы, а не умерли в вере. Ну, слава Господу. Люди слушают. Люди слушают то, что говорит дьявол. И они верят этому, думая, если я проигнорирую это, оно уйдет. Нет, не игнорируйте, а отвечайте на это. Говорите с этим. Аминь. Когда люди открывают дверь своего ума для дьявола, они впадают в депрессию, терзаются, мучаются, боятся, тревожатся. Они подавлены. Мы не можем ему помешать нападать, но мы можем помешать ему найти посадочную площадку. В обновленном уме нет места для посадочной площадки дьявола. Второе Коринфянам, десятая глава, четвертый стих. Второе Коринфянам, десятая глава, четвертый стих. Здесь сказано, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия или знания, которые дает Бог. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Заметьте, пленяем каждую мысль, каждую мысль, каждую мысль. Вы можете не спровергнуть 99 из 100 мыслей, и та одна, что вы не не спровергли, ворвется и разгромит вашу жизнь. Каждую мысль. Ну, это уже слишком, пастор Нэнси. Ну, это Бог сказал, а не я. И раз Он это сказал, выполнение этого не будет чем-то непосильным. Почему? У нас есть Божья помощь для выполнения этого. В нас Дух Святой, который вразумляет нас, напоминает нам, помогает нам внимательно замечать, что необходимо не спровергнуть. Обратите внимание на эту фразу. Не спровергаем замыслы. Заметьте, не спровержение – это очень агрессивное действие. Это не пассивный подход к неправильным мыслям. Вам нужно агрессивно подходить к неправильным мыслям, потому что неправильные мысли разрушат ваше будущее, вашу жизнь, ваш дом, ваш ум, ваше тело, вашу семью. И уж лучше не подходить к ним пассивно. Не спровергайте их. Аминь. Вы уже слышали мой рассказ о Папе и о том, как выглядит неспровержение. Мы отдыхали с мамой, с сестрой и папой. Не помню, был ли там еще кто-то. Это было лет 25 назад. То есть мы с сестрой уже были взрослыми, не детьми. На папиной земле был водоем, и мы решили порыбачить. На берегу, вверх дном, лежала небольшая лодка. Папа ее перевернул, мы все расселись, выплыли на середину озера, сидим рыбачим. И тут краем глаза мы что-то замечаем. Не показалось ли нам? Мы увидели огромную крысу в лодке. Не очень быть посреди озера с крысой в лодке. Ну и как уж девочки, мы подобрали ноги на скамейке. И крыса добежала до носа лодки, но на носу было сидение, на котором сидел папа. И крыса туда забежала и выбраться не могла. Она была загнана в угол лодки под скамейкой. Как вы понимаете, я не знаю никаких лодочных терминов. В угол лодки. И папа веслами подвел лодку к берегу. Мы все выбрались из нее очень медленно, вылезли на берег, и папа достал свой большой карманный нож. А как я уже говорила, на носу лодки было сидение, и крысе бежать было некуда. И папа просто взял нож и стал тыкать им вот так под сидением, пока что-то не нащупает. Он что-то проткнул, наткнулся на что-то, достал нож, и он проколол крысе ногу. Скажите «да» и «аминь». Именно так и нужно поступать с крысой. Не хочу слышать никаких воздыханий. О-о-о-о. Крысы – это крысы. Не путайте крыс с людьми. Итак, папа проткнул крысе бедро, достал ее, она все еще была жива, ей даже не было больно, она ничего не чувствовала. И папа схватил ее за хвост и не просто отпустил ее, он раскрутил ее, держа за хвост, раскрутил ее, и там был большой булыжник, и он ее «бам!» Вот что такое «ниспровергнуть». Потому что если вы не «ниспровергните» эту мысль, она снова подскочит. Уж лучше «ниспровергните» ее так, чтобы она не смогла подняться. Поэтому, когда сказано «ниспровергаем замыслы», там не сказано «ниспровергаем замыслы», а «ниспровергаем». Вам нужно быть агрессивными, решительно настроенными, они не поднимутся вновь. Аминь. «Ниспровергаем замыслы и всякое превозношение». Как мы «ниспровергаем»? Отвечаем, говорим «нет, ты не обманешь меня». «Нет, я не поверю этой мысли о моем супруге». «Я не поверю этой мысли о моем пастыре». «Я не поверю этой мысли о моем брате». «Я не буду так говорить о моем работодателе». Если вы не будете целенаправленно «ниспровергать» эти мысли, они снова оживут и посетят вас. Вам нужно их «ниспровергнуть», чтобы они никогда больше не могли подняться против вас. Аминь. Это задача верующего. Это дело обновленного ума. Это не игра, и мы не будем любезничать, разбираясь с дьяволом. Мы твердо стоим на своем. Мы используем свою власть и говорим, «Может быть, ты и напал однажды, но ты об этом пожалеешь». Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok